Проблемные вопросы в медицинском обслуговании инвалидов по зроку выражали напередодни в Гомельской городской центральной поликлинице. Но разговор вышла за рамки вызначенной темы. Почему неведущие люди часто вымышены обмежевывать свое жизнь стенами квартиры и как сменить эту ситуацию, доведалась Наталья Игнатенко. Гомельчанин Дмитрий Герасченко, с дольностью бачить, стратил еще ранее, чем научился ходить. Мать раптом зауважила, что после перенесенного захвор в невочей, хлопчик не реагует на цацки. С 7-месячного взрослого Дмитрий стал прозвучаиваться жить на вобмазок и не соромится просить об допомозе зусим незнаемых людей. На счастье, чул их больше, чем тех, кто часом жартует над физичными особливостями молодого мужчины. Есть непонимание. Я спрашиваю, какой номер автобуса или еще что-то, когда еду куда-то. И, допустим, бывает такое, что говорят, что ты получше рассмотри номер. Но есть такие люди, которые спрашивают, шутят. Или шутят, не понимая, может быть, что я незрячий. На прием до врача Дмитрий частей ходит без супроводжающего. Рентоваться у колидорах поликлиники не так уже и складано. Коли люди проявляют деликатность, да и медперсонал никуда не спешается. Дмитрий Герасченко – инвалид первой группы, а маль что спяленок. А тем, кто стратил зрок у дорослому взрости, морально ясчет тяжей. Зинаида Машковская полностью стратила сдольность бачить у подлетковому взрости. Говорит, что приходится сутыкаться с разным ставлением людей, да и ее незвычайности. В основном, конечно, отзывчивые люди, в основном как-то стараются помочь и подсказать, и проведут, и покажут, если где-то что-то не находишь с первого раза. Ну и есть, конечно, такие врачи, когда садят тебя в очередь, причем сами садят, хотя и говоришь о том, что я инвалид первой группы по зрению. Я не могу следить за очередью, потому что люди иногда просто не могут подойти и сказать, вот, следующая ваша очередь. Но это очень редкие моменты. Как раз про эту кузносину упомештыми, кто мает порушение зроку и людьми у белых халатах, ишла размова на практичном семинаре у Гомельской центральной городской поликлинице. Гэта медустанова мает свою специфику. Тут обслуговывается наибольшая колькость жихаров Гомеля с обмежеванными махчимостями. Уличиваючи гэтую околичность, все начинается с приступок установы оховы здоровья, на яке нанесена специальная маркировка для людей со слабым взроком. В нашей территории, нашей поликлиники, находится и предприятие випра для слабослышащих, так и светотехника для людей с ограниченным зрением. Через нас осуществляются закупки, это телефоны, специализированные телефоны, радио и другие приспособления для людей, как и с ограниченным слухом, так и зрением. На каждой двери кабинета врача-специалиста перед входом наклеены специальные таблички, которые со шрифтом Брайля, чтобы невидящий человек мог понять, куда он обратился. И прочитать уже этот специальный буквенный код непосредственно для себя. За разновлику в региональном отделении громадского объединения Белорусского товариства инвалидов по зроку Маль полторы тысячи дорослых. Многие редко выходят с дому и ведут малорухомы ладжиття, что отбивается на здоровье нелепшим чином. Складано перейти в улицу, арендоваться на припынках громадского транспорта, робить покупки в магазинах. В громадстве, якое лечит себя цивилизованным, такого быть не повинно. А зернитеся, мабыць побачь с вами, человек с белой трастиной, и не соромитесь першим пропоновать допомогу. Наталья Игнатенко, Игорь Марышченко, Телерадо, компания «Гомель».